Меня зовут Константин Рыбников, вот мой Twitter, email и веб-сайт. Сегодня я вам буду рассказывать про в основном свой опыт и какие-то сначала общие теоретические, потом ближе к практике, связанные с тестированием с точки зрения программиста как разработчика какого-то проекта. Значит, есть такая мысль, есть такие люди, которые в состоянии написать 10 строчек кода сами по себе и в общем-то есть люди, которые пишут целые функции по 100 строчек и нормально себя чувствуют, они даже работают и на первый взгляд все хорошо, но есть с этим проблемы некоторые в будущем. И был прекрасный доклад Роберта Мартина, который называется What killed small talk and could kill Ruby. Это доклад с RailsConf 2009 года. И то есть основной мыслью было то, что есть прекрасное правило, правило боя скаутов, оставлять после себя место чище, чем оно было до того, как вы пришли. И каждый программист мог бы следовать ему, когда он приходит и что-то разрабатывает, когда он заканчивает разработку. Что, что, встать туда, да? Хорошо. Когда он заканчивает разработку, оставлять после себя код в состоянии лучше, чем он был до того. То есть исправлять плохой код. Почему же никто не следует этому правилу? Проблема в том, что писать чистый код – это очень сложное занятие, как бы это банально не казалось. И очень часто бывает ситуация, что вы видите какой-то кусок кода, вы понимаете, что хорошо бы его исправить, начинаете исправлять, он цепляет за собой еще один кусок и так далее, так далее. В результате через пять минут вы откатываете все изменения назад, отходите, говорите, блин, я с этим не хочу ничего иметь общего. То есть проблема в том, что как только вы начинаете редактировать код, вы становитесь его владельцем, и вы начинаете нести за него ответственность, и потом к вам придут, спросят, почему у меня перестал работать этот замечательный код. Когда вы пишете на питоне, в отличие от языков типа Java, вас никто не бьет по рукам. То есть у вас даже нет мысли о том, что что-то происходит не так в момент, когда вы начинаете писать какую-то фигню. То есть у вас даже нет намека, что там какой-то билд начинает собираться, вы не чувствуете эту всю мощь этого гигантского проекта. На питоне вы правите линию, все продолжает вроде как работать, и то есть такая бомба отложенного действия, то есть закладывается. Но при этом почему-то все равно мы с вами не хотим писать на Java, и есть этому разные причины. Мне очень нравится питон, потому что можно заварить большую чашку кофе, сесть и заколбасить за полчаса какой-то готовый небольшой проект, который будет уже реально что-то делать. И это, мне кажется, большое отличие от разных других языков с эстетической типизацией. То есть что же нас спасет, собственно, в этой ситуации? Ну, одна из предлагаемых техник – это test driving development. По сути, вы при помощи тестов можете сделать некоторое подобие компилятора, в некоторых случаях даже лучше, в некоторых случаях, конечно, хуже. И тот же Роберт Мартин определяет три правила TDD, то есть вам не нужно, по сути, читать больших книжек, чтобы понять идею. Идея состоит в том, что Роберт накладывает три ограничения на то, как вы пишете код, и если вы будете им следовать, то, скорее всего, вы не сможете потерять над ним контроль, просто потому что вы нарушите одно из правил. То есть вам не разрешается писать ни одной линии кода на продакшене, только если… разрешается только в случае, если вы создаете реализацию какого-то юнит-теста. То есть вы делаете юнит-тест и пытаетесь сделать, чтобы он проходил. Второе правило состоит в том, что вам нельзя писать ни одной строчки юнит-теста, только если… вам можно писать юнит-тест только в том случае, если… ну как только он уже… его достаточно, чтобы ему падать, как бы быть в состоянии фейлор, то вы должны остановиться и пойти писать имплементацию. И вам нельзя писать имплементацию больше, чем… то есть как только этот тест начал проходить, вы останавливаетесь и идете писать новый тест. Это такое… по мнению некоторых людей это утопия. И очень забавно наблюдать там в интернете или внутри компаний различные… то есть люди пробуют TDD, им кажется это слишком, и они начинают придумывать полу-TDD, недо-TDD, то есть что типа можно, но не всегда там типа и так далее. То есть начинают придумывать свои какие-то теории. Я считаю это неправильным, просто у каждого должна быть своя голова и каждый должен понимать, что не всегда стоит там все время тратить на тесты. Просто в некоторых местах нужно помнить TDD и пользоваться им с умом. Значит, собственный опыт тестирования, почему я начал им заниматься. На предыдущих работах в основном разработка происходила так, что имелась некоторая база данных, относительно которой все работали и тестировали. То есть вы поднимали веб-сервер и начинали искать подходящий для вас тестовые данные, начинали заполнять базу, как вам нужно для вашего конкретного случая. Затем происходил некоторый цикл, вы заполняли там нужные вам формы, клацали, ловили exception, возвращались, еще раз что-то правили, находились вот в таком цикле, пока вам не казалось, что вы заимплементировали нужную вам фичу. Затем происходил код-ревью, на котором вы убеждали ревьюера, что все работает, он вам верил. Вы обещали, что вы действительно это сделали. И затем начинался цикл переброса тикета с QA командой, когда они говорят тебе, что нет, не работает, снова не работает, в другом месте отломалось. Пока все недовольны, довольны не остаются. То есть не хотелось, то есть когда вы как минимум начинали делать ручное заполнение форм, вы понимали, что в принципе на питоне не должно быть особо описания этого ручного заполнения и там ассерты все эти намного сложнее, чем то, что вы делаете руками. И в общем-то хотелось бы как-то этого избегать. Ну и зачем это делать руками, если это можно сделать на питоне и с примерно теми же затратами и усилиями. Также банально не нравился какой-то альтап хелл, то есть переключаться из браузера в консоли, с консоли в редактор и так далее. И не хотелось быть зависимым от сети ни в коем случае. Не хотелось по сети иметь базу данных, не хотелось. То есть хотелось всегда иметь локальную разработку, которой достаточно, чтобы создавать новые фичи. также как уже после полученного опыта были разные ситуации. То есть поскольку это стартап, в моем новом проекте, были стрессовые ситуации, когда нужно было очень срочно что-то пофиксить. Было там за 10 минут до релиза я видел плохой код, я не мог оставить его таким же, каким он был. И я просто, ну поскольку это уже был 20 раз, когда я его пропускал, 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 и после этого решил все-таки нет, нужно поправить. Поправил. Действительно пол проекта пришлось переколбасить, но абсолютно ни единого бага не добавилось. Ну по крайней мере мы не нашли. Также есть такие приятные мелочи, как объяснение фичи другому программисту. Вы можете не париться, типа объяснять, в чем общая картина, а просто описать некоторые юзкейсы, и в результате программист будет просто писать имплементацию практически один в один с вашими словами, только на питоне. Ну то есть масса разных гарантий того, что все будет хорошо, и вам просто психологически это приятно. Значит, ближе к практике на PyCon US 2012, кажется, года был прекрасный доклад Гэри Бернарда FastTestSlowTest, где он рассматривает три причины тестировать. Первая это повысить стабильность и избавиться от регрессии. В таких тестах вам не важно, сколько будет ваш тест работать, то есть пусть он там работает 5 секунд или 10 секунд, но вы будете знать, что вот здесь у вас все хорошо, то есть у вас была бага, вы написали тест, ее больше нет. У вас была нереализованная фича, то есть можно даже сказать, что фичи тоже это в некотором случае регрессии. Есть как бы отсутствие страха, то есть вы не боитесь что-то зарефакторить, поменять, улучшить код, но эти тесты должны быть быстрее, и они должны охватывать некоторую часть вашего проекта, при этом программисты должны запускать во время рефакторинга максимально часто. И есть как бы дизайн, улучшение дизайна, такая причина. Здесь тесты должны максимально быстро запускаться, и понятно, что нужно иметь возможность благодаря тестам как-то менять свою архитектуру, дизайн и так далее. Это приводит нас к мысли, что необходимо разделять тесты на некоторые слои, которые разные по уровню абстракции, которые разные по времени выполнения и так далее. Значит, есть различные терминологии, и очень по-разному все называют разные виды тестов, но я предпочитаю вот такое вот разбиение, функциональное, интеграционное и юнит-тесты. Функциональные тесты — это то есть вы по сути запускаете, эмулируете пользователя, вы делаете то же самое, что и он, и по сути вы пытаетесь избежать просто ручного тестирования, вместо того, чтобы руками запускать там браузер, вы будете запускать его питоном, и нужно стараться, чтобы максимально выразительными были эти тесты, максимально показывали, что происходит, что не так. Интеграционные тесты — это тесты, которые ограничивают ваш код с одной стороны, и то есть они могут работать с базой данных, но при этом вы берете какую-то подфичу. То есть, например, у вас есть сложные выборки, вы заполняете базу данных, вы тестируете выборку вместе с базой данных, потому что вам нет смысла пытаться базу данных подменить чем-то своим. И юнит-тесты. Юнит-тесты не должны работать с сетью, они должны ограничивать ваш код со всех сторон, вы должны четко представлять, что должно происходить, и не зависеть ни от каких там, ни от сети, ни от и в идеале для того, чтобы заниматься TDD, юнит-тесты должны в бесконечном цикле просто по кругу запускаться, постоянно вам показывать, где вы чего там сломали. Вот Дэвид Крамер из Discuss и After Sentry, он делал доклад по тестированию в этом году, и очень простая, но при этом понятная мысль, что на любом уровне вы всегда выбираете, что либо вы хотите быстро написать тест, либо вам нужно, чтобы он работал быстро, но при этом иногда приходится какие-то ухищрения делать или, в общем, увеличивается количество кода, и просто об этом нужно, это нужно понимать, что очень быстро все не будет работать, если пытаться пытаться смоделировать реальный мир на ваши тесты. Давайте перейдем совсем к практике. Значит, вот классический пример функционального теста, ну, не очень классический, но суть очень проста. Вы загружаете какие-то тестовые данные, вы делаете запрос, получаете ответ, смотрите, что в ответе response code 200, там JSON парсите, и смотрите, например, что длина возвращаемого значения 5, или ID-шник первого значения 7. То есть все похоже на то, что бы вы делали руками, если бы вы тестировали API. То есть в моем случае это API-центрик приложения, то есть у вас все строится вокруг API, и очевидно было тестировать его функциональными тестами, потому что руками тестировать API это не очень приятно, каким бы красивым ваш API не было. То есть что же делать, если у вас не API-центрик приложения? Как будет отличаться техники тестирования? Точно чего не надо делать с моей точки зрения, не нужно пытаться парсить XML или там HTML и пытаться там какие-то из него извлекать данные, это глупо. И причем, к сожалению, очень многие туториал там именно этим занимаются. То есть они пытаются найти, чтобы вы вернули значение там в каком-то диве, там что-то находится. То есть нужно в первую очередь не паниковать, во вторую очередь нужно просто добавить еще один слой, так называемый view-model. То есть перед тем, как вы рендерите шаблоны, не передавать в шаблоны какие-то объекты, которые потом при итерировании начнут выборки из баз данных делать и так далее, тому подобное, а получить перед рендерингом простую максимально тупую структуру данных, которая один в один потом просто кладется в шаблон. Таким образом, шаблон у вас либо упадет уже при рендеринге, либо не упадет, но просто потому, что вы не оттуда берете данные. До шаблона происходят все запросы, вся бизнес-логика и отрисовка во view-model. Таким образом, view это очень тупой слой, который не нужно даже тестировать. Единственное, что нужно смотреть, что он не падает и просто работает. значит, то есть в целом опыт функционального тестирования таков, что это практически тестирование руками, только это бесконечно полезное тестирование руками. Вы наращиваете свои тесты и каждая фича получает 2-3 функциональных тестов, которые функциональные тесты, то есть полезные тем, что один тест скорее всего покроет там процентов 70 или 80 кода вашей фичи. То есть вы один раз написали тест, который проходит типичный сценарий и он покрывает практически весь код. То есть а дальше вы можете юнит-тестами покрыть все недостающие сценарии и какие-то особые случаи. Значит, интеграционные тесты тоже все относительно понятно, на них останавливаться нет смысла. То есть у вас есть функция, вы готовите для нее данные, выполняете эту функцию, проверяете, что что-то произошло. То есть просто чуть-чуть уровень абстракции. То есть они вообще более естественны, кажутся на первый взгляд, но на самом деле мне кажется, что в них, ну я их практически не пишу, то есть для сложных каких-то для сложных выборов, бизнес-логики, но они практически не нужны, потому что они все равно не покроют вам всю фичу, но при этом, то есть вам все равно придется писать функциональные, которые практически обычно недалеко уходят от интеграционного теста. Значит, на них поэтому тоже особо сильно останавливаться не нужно. Ну и самое сложное, самое интересное — это юнит-тесты. То есть в вебе юнит-тесты, по моему наблюдению, практически никто не пишет. Все пишут, пишут, то есть даже в документации Django по тестированию, там в основном про функциональное тестирование, когда вы браузером там чего-то запускаете, парсите, убеждаетесь, что оно работает. А юнит-тесты — это совсем другая вещь. То есть в юнит-тестах вы тестируете один единственный юнит, который обычно или функция, или метод, или, ну, в крайнем случае это объект, там, например, формы, вне базы данных. То есть обычно люди покрывают математику юнит-тестами, какие-то библиотечки, там, парсинга, еще чего-то, но при этом при написании веб-проектов абсолютно не в состоянии это делать, потому что они сталкиваются с огромным количеством сайд-эффектов, потому что все проекты в вебе практически — это сплошная база данных. Ну, давайте разберемся, как же юнит-тестировать, когда у вас сложный проект с сайд-эффектами. То есть вот типичный юнит. У вас обычная функция, которая вызывает еще парочку функции, ну, тройку. И, то есть юнит, функция фу, и у нее есть три так называемых сайд-эффекта. То есть если вы тестируете юнит, то есть скорее всего эти три сайд-эффекта будут делать свои выборки, какие-то из базы данных, но вам это неинтересно, потому что вы тестируете юнит и конкретно хотите узнать от него какие-то гарантии. То есть, значит, как подобное вообще можно протестировать? Нужно как-то подменить, заменить на что-то свое возвращаемое значение из этих сайд-эффектов. То есть вы как бы оборачиваете со всех сторон вашу функцию. В языке, например, Java очень распространена техника использования, так называемая dependency injection. Ну, то есть там много техник, они по-разному называются. Одна там состоит просто в том, что в конструкторах не нужно там создавать зависимости и так далее. Dependency injection это про то, что, то есть они у меня все воедино слиты в голове. То есть суть такова, что вы не спрашиваете, то есть вы не конструируете зависимости, а вам их кто-то извне строит, и потом потом он вам их дает. То есть вот типичный пример. У вас есть класс house, и это плохой код, который сложно тестировать. Он работает с объектом класса kitchen, и вам при тестировании сложно подменить китчен, потому что он в конструкторе создает этот китчен, и все. То есть если вы вызываете конструктор, он как бы создает китчен. Значит, каков выход? Выход очень простой. Принимать китчен как параметр в конструкторе. одну секунду. Не переключает пульт. Уже далеко даже переключил. Фикс. Значит, все очень просто. Вы принимаете китчен как параметр, и потом у вас есть какой-то билдер, который создает отдельно китчен, ему создает отдельно раковину, посудомойку и так далее. И в конструкторе это все привязывается. И в тесте вы будете собирать со своей собственной раковиной, которая вы будете знать, как она себя ведет и так далее. Но явно это… То есть что же нам делать с этим примером простой функции, которая вызывает еще три функции. Неужели нам нужно создавать объект, каждую из этих функций тоже создавать объект и связывать их конструктором. То есть это очень сложно и это очень плохо. Ну и в питоне такое не подойдет. Значит, хорошая вещь в питоне в том, что это динамический язык и он… То есть каждый вызов каждой функции, например, когда вы вызываете бар, он не вызывает сразу объект функции. Он сначала идет в словаре модуля и смотрит, что такое бар. И там он находит, что бар это объект функции, которую можно вызвать. И таким образом в питоне вы динамическим образом можете подменять бар на свою собственную функцию и тестировать как вам угодно. Значит, есть библиотека mock с питона версии 3.3. Она входит в стандартную поставку. Она позволяет вот именно таким образом подменять в модуле, где находится функция foo. Вот таким образом мы делаем патч, подменяем три метода. Bar, bust и query. И мы говорим, что они возвращают ноль при выполнении. И то есть мы знаем теперь, что наша функция foo вызовется. Она не вызовет никаких сайд-эффектов. Мы контролируем все, что будет вне ее. Мы подменим результат выполнения всех внешних раздражителей. И в результате… То есть вот это будет как бы настоящий юнит-тест, который будет тестировать какой-то юнит. То есть и таким образом, из-за того, что питон динамический язык, очень многое можно замокать и в принципе можно извращаться очень сильно, но при этом не стоит этого делать очень часто. И плохой очень пример. Например, в джанго многие вещи делаются там на сейф, вешивается какая-то работа с выборками, с созданием объектов и так далее. Это все очень сильно затрудняет тестирование. И лучше модели оставлять легкими. То есть создание моделей и доступ к атрибутам, установка атрибутов не должна вызывать какую-то внешнюю работу с базами данных и так далее. То есть оставляйте модели чистыми, создавайте бизнес-логику отдельную, которая будет делать нужные триггеры какие-то и так далее и тому подобное. Вот собственно все по большому счету про юнит-тестирование. То есть библиотекам мог и, ну, главное понять концепцию, что такое юнит и что благодаря тому, что питон динамический язык, очень просто ограничивать какой-то юнит и контролировать aside-эффекты. Теперь, значит, я не знаю, если пульт будет работать, то хотел бы чуть-чуть попиариться. То есть мне не очень понравилось, как работает стандартная библиотека мог. И на ее поверх нее я решил попробовать написать какую-то небольшую библиотеку, которая будет декларативно описывать ваш юнит и его side-эффекты. То есть мы видели на примере функцию foo, которая вызывает bar.buzz.query. Мы хотели… Обычно вы пишете файл с тестом, который тестирует какой-то модуль. В нем вы создаете тест-кейс на каждый юнит. И значит, вот, вы сначала вы говорите, что вы будете тестировать какой-то модуль, значит, скорее всего, все, что вы будете мокать, будет находиться внутри этого модуля. Вот, вы сделаете p-патч, который будет патчить внутри этого модуля. То есть и во всех тест-кейсах вы будете патчить этот модуль. Далее в каждом, то есть описываете его side-эффекты в едином месте. То есть вы на каждый тест-кейс не делаете описание его side-эффектов. Вы делаете p-патч для каждого из методов, которые являются side-эффектом. И затем в самом юнит-тесте вы просто задаете, что вот side-effect bar вернет значение 0. Side-effect foo вернет значение, ой, баз вернет значение тоже 0. И убедитесь, что все хорошо. Это, то есть, прекрасно работает. Например, вам нужно обложить юнит-тестом какую-то форму. Вы смотрите на ее валидацию, вы создаете форму и понимаете, что она там лезет в бизнес-логику, проверить, существует ли такой юзер, проверить еще что-то, еще что-то. Вы накидываете вот таких вот патчей, патчите все side-эффекты и какие-то по умолчанию возвращаемые значения заполняете в этом методе side-эффект. И дальше у вас есть, то есть вы можете тестировать форму просто в каждом тест-кейсе, задавая нужный результат выборки, например, из базы данных и проверять, что все хорошо. То есть, таким образом у вас будет очень быстрый юнит-тест для форм, которые работают с базой данных. То есть, это типичная вещь, которую люди там не делают почему-то. Ну, это я говорил, что Python динамический язык, поэтому очень легко тестировать практически все. вот. Ну, и в заключение хотел просто сказать, что в принципе из техник, которые помогают повысить качество кода и тогда и качество вообще взаимодействия между разработчиками, это код-ревью и качественное тестирование. И я считаю, что вместе, то есть доклад Дэвида Крамера был, который я упоминал на другом пайконе, и то есть он там долго рассказывал про всю инфраструктуру, как у них все классно сделано, но заключение, то есть я полностью с ним согласен. Самое главное это культура между людьми, культура разработки и тестирование помогает повысить эту культуру, то есть тестирование код-ревью, как две вещи, которые действительно повышают качество кода и вы спите спокойно. В общем-то, если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Спасибо большое, что слушали. Спасибо большое за доклад. Вот и хотел поинтересоваться. Вы говорили то, что очень глупо тестить, в тестах использовать парсинг HTML, который мы получаем готового, допустим, ну при тесте вьюхе какой-нибудь. И вы сказали использовать так называемый модуль вью, так? Можете чуть подробнее его описать, допустим, например, джанги? Да, очень просто. Вы создаете функцию, результат которой должен быть таким, чтобы в любой момент его можно было, например, стандартными средствами загнать в JSON. Ну там, например, только добавить там обработку дат какую-то правильно. То есть суть такова, что вы должны в рендеринг передать уже какой-то объект, который содержит просто какие-то простые структуры данных. То есть словари, списки, строки, числа и так далее. То есть в результате вам нужно просто добавить еще одну строчку в вашем вьюх и сказать, вот данные на вход, отрендери мне их, пожалуйста, через вот эту модель. И результат вы можете, например, во время теста, то есть вот если вы в джанго возвращаете render to response, то во время теста вы можете render to response подменить на что-то, возвращающее эти самые данные, а не рендеринг, и тестировать относительно этой вью-модели. То есть просто брать нужные поля от нее. То есть по сути тестировать вот этот словарь, который переходит в рендеринг потом в модель. То есть идея такова. Ну я надеюсь, что каждый способен это заимплементировать. В принципе, если будет время, то возможно когда-нибудь я отдельно напишу какую-то статью и библиотеку для этого, но пока что так. Надеюсь, вам идея понятна. Такой вопрос. Вот только что отвечая на предыдущий вопрос, вы сказали передавать в темплейты JSON. Ну или там простые структуры данных. Простые структуры данных, да. Хорошо. А как в стандартном средствами темплейта, например, он же не умеет работать со словарями. Как мне достать какое-то значение? В этом плане модель… Ну простые объекты с доступом по точке. То есть идея в том, чтобы они были настолько тупыми, что в них не произойдет никакая ошибка. Когда вы начнете по ним ходить, они не начнут лезть в базу данных, связанные объекты вытягивать. То есть модель, то есть view-модел иметь некоторые, которые как шаблоны ваши, только он отрендерит в структуру данных. Так это тогда получается написание в продакшене кода для выполнения потом тестов? Ну да, в том числе для тестов. То есть, ну это не… это часть архитектуры. То есть у вас будет слой view и у вас будет слой рендеринга этого view. То есть у вас будет модель, доходя до которой вы уверены, что у вас выполнили все запросы. То есть если вы будете делать проверку, например, профилирование вашего кода, то вы будете независимы от шаблонов, вы будете независимы от того, что происходит в шаблонах выборки, вы будете тестировать до этого момента. И таким образом, да, вы сможете ограничить ваш код от шаблонов. Ну и в целом, если вы захотите сделать API для вашего проекта, то тоже, то есть или Аяксовые какие-то, Аякс готовые данные, то это будет вообще дело двух минут. То есть взять готовый кусок из этой модели. Ну вот. Спасибо большое.